Здравствуйте, друзья! У нас тут в полумраке колорадском адвокат иммиграционный, может быть не только иммиграционный, я не знаю, Борис Либин. Я его помню еще совсем маленьким, он карабкался на мои колени с трудом, но сейчас уже вырос. И я не знаю точно, но вот сейчас вышли правила новые лотереи Гринкард 2020, я не знаю, вы на них посмотрели или нет, но там впервые за 25 лет прописали, что Сахалин теперь числится за Россией, в смысле, с точки зрения страны участия в лотерее, а вот те четыре островка, можно сказать, никчемные, вот они идут к Японии. Я понял так, что это связано с вашим вот этим разбирательством, потому что 25 лет никто не почесался. Ну, давайте историю, потому что я делал сюжет, но, ну хорошо, я скажу, что люди выиграли от Японии, место рождения человека было Петропавловск-Камчатск, я извиняюсь, Южно-Сахалинск. И он в правилах прочитал, что с точки зрения страны участия в лотерее, Южный Сахалин и вот эти четыре острова причислены к Японии. И он, собственно, это и написал, судя по тому, что я знаю. А дальше ему отказали, а дальше, значит, он попал вот к Борису, и что дальше, вот пусть он теперь расскажет. Начинайте с самого начала. Михаил, в первую очередь, приветствую вас и ваших зрителей. Да, действительно, вы все сказали именно так. Я немножко сделаю пару шагов назад с историей. Дело в том, что с Сахалином такая у моего клиента появилась тяжелая ситуация. Он действительно был в растерянности, что ему писать, и нигде не мог найти ничего. И там, где он нашел в 9 ФАМ, это единственное место, где он нашел объяснение, как помечать Южный Сахалин. Ну, вы скажите, что такое 9 ФАМ, а то же это народ пугать-то. ФАМ, это Foreign Affairs Manual. Это, в общем, список правил, которые выпускает State Department. То есть, Министерство иностранных дел выпускает набор правил. И, значит, есть там такое понятие Country of Churchability. То есть, по какой стране статистически ведется учет вот той или иной территории? Именно от этой страны, как и вы, ваши зрители, знаете, человек играет в лотерею грим-карта. И вот так было написано, что от Японии Южный Сахалин. Да, и что самое интересное, это единственное место, в общем, во всех правилах, во всех документах, связанных с госдепом, с лотереей, где что-либо про Сахалин было написано. И он действительно, честно, совершенно не пытаясь никого обмануть, писал, да, Chargeability, страна Япония. Была найдена вторая инструкция, где родились. Ну, хорошо, если Южно-Сахалинская это Япония с точки зрения Chargeability, значит, Япония страна рождения. То есть, он так и написал Японию один раз в одной графе, Япония в другой. Да, да, совершенно верно. И считал, что делает это полностью честно, никого не обманывая, что это факт. И, в общем, это имеет место с точки зрения признания Америкой современного статуса Сахалина. Как вы знаете, в общем-то, договор, о котором говорили, по-моему, в 1956 году, так и не подписан. Так что статус все еще формально. Ну, при этом Япония же не оспаривает, это чисто вопрос такой бюрократический. Даже более, Япония отказалась от какого-либо интереса в Южном Сахалине. Так что Япония согласилась, что окей, это Россия, все это, так сказать, Советский Союз. Ну, подписи нет. Подписи нет. И подписи нет именно из-за Курильских островов. Потому что Сахалин это один из трех элементов. И с одним согласились, а вот Курильские острова все еще под вопросом. И пока этот вопрос не решится, видимо, статус останется под вопросом. Так, возвращаясь к нашему кейсу, он по-честному, как понимал, из лучших... Может быть, он на форуме где-нибудь прочитал, там, я не знаю, я эти дискуссии о том, что Южный Сахалин идет за Японией, я давно их слышал. И ссылку на эту, на ФАМ, тоже я видел достаточно давно. Значит, он поступил по-честному, как он считал, выиграл. Говорят, что от Японии вероятность выигрыша раз в десять больше, чем от России. Или там, так, наверное, немногие играют. Тут не знаю, но там распространяется на Азию, но вероятности я вам, честно, слова не скажу. Хорошо, итак, он выиграл и пошел на интервью. Да, и даже до интервью ему прислали имейл. Официальный консульский из Counselor Center, сказав, что вы неправильно заполнили страну рождения. Так что первая претензия была именно к стране рождения. Это еще до интервью. Это до интервью. Так. В этом имейле ему сказали, что мы увидели у вас такую ошибку, и, увы, поскольку вы дали неверную информацию, это автоматическая дисквалификация. Но окончательное решение, потому дисквалификация, это не дисквалификация, пропустим, отбросим, может быть сделано только консулом, после того, как вы придете на интервью и заплатите деньги, естественно. Окей. Вот этот метод, такой имейл, я вижу не в первый раз, честно говоря, именно в этом году, что вот мы вам отказываем, неформально. Ну, конечно, если вы хотите, приходите на интервью, заплатите деньги, мы с вами поговорим, и тогда откажем. Приезжайте в Москву из Южно-Сахалинска. Так, хорошо. Ну, что-то типа этого. И тогда мы вам откажем, вы уже потратите деньги. Ну, намек такой. Не очень красивый, честно говоря. И он не согласился, он решил, что нет, я прав, он решил стоять на своем, я с ним полностью согласен. Он, для того, чтобы выйти на ФАМ, надо достаточно много прочитать всех этих правил. Так что, у меня такое ощущение, что он был достаточно уверен в том, что он прав, что сделал все правильно. Приехал на интервью, поговорил с офицером консула, с консульским офицером, и предъявил им эту же самую претензию. В этот раз привез распечатки. А, он был с распечаткой? Да, он был с распечаткой, он приехал, он все показал. Консул посмотрел на распечатки, говорит, это, может быть, сам напечатал. Я не знаю, что это такое. То есть, консул не в курсе был? Консул, да, для них это был такой конфуз. Они не знали, что с этим делать. Говорят, ну где? Окей, ФАМ. Залезли сами в ФАМ и начали смотреть. По времени интервью залезли? Да. Говорят, мы ничего не видим, мы ничего не нашли. Вот так. Ничего про Сахалин. Так. Вот. И с этим их отослали. Им дали вот эту бумажку с отказом. Так. И отказали, по-моему, по INA 212 А5. Что значит? Это статья или неправильная, или неполная аппликейшн. Дали не все информации, дали неверную информацию. Он мне тогда, когда написал после всех этих дел, он написал, что они ему сказали, вы можете прийти еще раз. Или не прийти, но вы можете прислать мне ссылку на ту страницу, ссылку. И мы тогда рассмотрим. Вот как-то так. И он им послал ссылку. А они ему на эту ссылку сказали, типа, что, вы знаете, это правда, страница такая есть, но это явная лажа. Поэтому мы вам пока, так сказать, отказываем, раз такое дело. А этим мы скажем, чтобы они на странице поменяли. Вот он мне так это объяснял. Вот теперь ваша версия. Совершенно верно. Он именно эти имейлы мне все прислал. Я попросил распечатки имейлов. Мне все было прислано. Я все получил. И действительно так и сказали. Это ошибка. Да, извините, мы так сожалеем. Но, увы, мы все равно вам откажем. Но вообще в этом есть какое-то беззаконие. Потому что если на официальном сайте написано, то, допустим, это их ошибка. Это же не его ошибка. Он-то правильно все сделал. Почему же он должен отвечать за их ошибку? Это что ж такое? Я с вами совершенно согласен. Он не должен отвечать за их ошибку. Он следовал их инструкциям. У них были все шансы их изменить. И я вам скажу, что до сих пор вот эта инструкция FAM не изменилась. И на сегодняшний день инструкция на Дизи 2020 года и то, что написано FAM, в общем, предстоят друг другу. С одной стороны, но FAM все-таки это как бы совсем большая, большая такая инструкция. А лотерея, это лотерея. Они говорят, с точки применительно к лотереи, написали они, мы будем вот так смотреть. А то, что там FAM, ну, это уже не важно. Но, во всяком случае, появился еще один документ сверху на FAM, который объясняет, как делать с лотерей. Совершенно верно. Итак, значит, он к вам обращается и говорит, вот такая фигня. Он обратился и после последнего отказа по e-mail, ну, в общем, насколько я понял, клиенты уже немножко растерялись. Они боялись, что они считали, что они исчерпали все свои возможности. И, ну, в общем, что консул им отказал, по мне, немножко некрасиво, немножко. Они бы попросили помочь. Дело в том, что обратились они относительно поздно. И, по-моему, у нас оставалось месяца два до 30 сентября, до конца программы. И есть несколько приемов, есть несколько мест, куда можно обратиться. К самому консулу можно обратиться в суд, в BIA. Это, по-моему, это бюро иммиграционных апелляций. Но, честно говоря, как все суды в Америке, они двигаются очень-очень медленно, и двух месяцев просто не хватит. Так что мы сделали, мы начали с самого начала. Я написал письмо консулу, я обратился к ним. К консулу, вот тому, который отказал лично? Совершенно, ну, в общий отдел. Так что на имейловский адрес московского консула обратился. В общем, я посидел, я провел какое-то количество времени. Я посмотрел на ФАМ, я посмотрел на инструкции, я посмотрел на решение BIA суда. А были похожие вопросы? Вы знаете, вот именно на эту тему не было. Они не рассматривались. То есть прецедентов не было толком? Прецедентов не только по Южному Сухолину, но даже по территориям, где как-то не установлено, кому она принадлежит. Я кейсов в BIA не нашел. А если находил что-то похожее, то оно достаточно отличалось, что прецедентам не считалось. Так. Вот. И имейл свой я составлял на базе тех правил, которые я находил. На базе каких-то общих принципов законодательства и того, как все эти агентства должны соблюдать. И свои правила. И внешние, мол, от Конгресса. И как-то, сложив это все в один такой аккуратный имейл, отослал разбираться с ними. После дискуссии с этим главным офисом, вышел на, это называется, офис в, по-моему, attorney advisor. Подождите, Петя, так была дискуссия или просто был один отосланный имейл? Был отосланный имейл, на что мне был ответ с дополнительными вопросами. Так. На них я достаточно быстро ответил, это не проблема. И после этого офис консула сказал, что мы дальше этим вопросом заниматься не можем. И хотим вас направить в наш, так скажем, юридический отдел. Так что вот это... Не можем, в смысле, это выходит за рамки компетенции или просто не до этого нам? Они меня просто направили. Они не сказали, что это вне нашей компетенции, они не сказали, что мы этим заниматься не можем, или не имеем права, или не знаем достаточно. Они просто направили в этот юридический офис. Хорошо. Сказали, что просим вас дальнейшие вопросы по этому делу направлять вот в этот офис. Хорошо. Это офисов attorney advisor, это, в общем, юридическая рука госдепа, и у них куча-куча маленьких офисов, которые работают в одной этой организации. И один из этих офисов относится к консульствам и решает юридические вопросы для консульств. То есть это в БШРТОНЕ все находится? Где они находятся, я точно не уверен, но да, это уже не московская консульция. Это в США? Это уже госдепа, да. И это центральное бюро, этот офис юридически отвечает за все консульства. Так что они выдают рекомендации или какие-то решения по закону. Окей, консульские операции, да, хорошо. Да, на все, не только на московские. Вот, и отослав им аналогичное письмо, тоже построенное как требование, скажем. Выложил им все их правила, составил свой юридический аргумент. И предъявил юридическую претензию. Мол, правила все написаны... По-русски это по что? Да. Так, ну, а они что? И они ушли под воду, и они замолчали, они мне ответили только, что мы получили ваше письмо, его рассматриваем. И потом, наверное, где-то около месяца я ждал ответа. И ответ пришел очень такой короткий. Так вот, что мы направили дело вашего клиента обратно в консульство. Мы приглашаем, по-моему, сказано, мы приглашаем его на интервью. Все дальнейшие инструкции будут присланы напрямую вашему клиенту. Ну, так вот все, два-три предложения и кончили. Так. Ну, все-таки это прорыв, если его зовут на интервью, значит, это можно как-то переиграть, да, то есть, что-то есть там. К этому времени, по-моему, уже все решилось. Так что они, я так понимаю, приняли мой аргумент юридический. И вы очень правильно отметили про вот это изменение в новых правилах. Я с ними ознакомился и получил жуткое удовольствие. А я понял, что это мы, понимаете? Это мы, конечно. Конечно, да, хорошо, мы вошли в историю. Слушай, через тысячу лет там люди будут разбираться, но вас еще они там найдут и в переписке с ними. А я-то вообще за кадром такой, так вот, тихо, можно сказать, опосредовал. Но в итоге, значит, давайте к клиенту. Значит, их там семья, да, муж с женой или еще дети? Нет, только муж с женой. Они сейчас где реально проживают? Они проживают в Москве. А, ну, то есть им удобно там, хорошо. То есть не нужно ездить из Сахалина, лететь. Нет, у них все близко, но консул их вызвал, им выдали визу. Ну, в общем, у них забрали паспорта. Я извеюсь, они должны до 1 октября, не должно наступить 1 октября, чтобы они въехали в США. То есть 1 октября они уже не могут въехать? Они должны получить визу до 30-го. А, это значит не въехать, а именно визу до 30-го. Да, да, если они не получают визу до 30-го, то это все. А дальше ли через полгода там с этой визой? А у визы уже свои ограничения. Хорошо. Теперь, значит, они когда интервью-то проходили? 18-го был разговор такой, да? Да, они прошли интервью 18-го, у них забрали паспорта. Сегодня 26-е сентября. Значит, 18-го они прошли интервью. Есть информация, их там мурыжили или просто сказали, здравствуйте, поздравляем, уходите. Как там было? У меня информации на этот счет нет. Я с ними на этот момент переписывался. И, ну, в общем, они претензии не предъявили. Потому что, видимо, если как-то их гоняли, то не сильно. Хорошо. Значит, итак, все-таки они проскочили. Причем это последнее. Понимаете, больше такой фигни не будет. Вот, это, можно сказать, крышка захлопнулась, или там дверка захлопнулась. Потому что я когда эту историю рассказал, много народу говорят, так я что же с Южно-Сахалинской? Мы сейчас всю Японию обыграем. Но нет, нет, это последний был вариант. Что же, хорошо. Значит, они что, смогли вот так билет прям купить вот тут же через день там? Или как это все быстро, стремительно так, что они завтра приезжают уже в Америку? У них была полная боевая готовность. Так что они надеялись до последнего, что получится. Несмотря на то, что, честно говоря, шансы достаточно маленькие. Когда разговаривать с консулом на такие темы, и когда остается так мало времени, и консул отвечает все медленнее и медленнее, шансов становится все меньше и меньше. А у нас тут многие люди на нашем канале, они говорят, вот что такое Америка. Может, засудили, говорит, Госдеп. То есть, на самом деле, если бы судили, то ничего бы не получилось по срокам. А достаточно было письмо написать. То есть, я не залезаю, так сказать, в чужие дела. Я могу сказать, что судя по расходу времени и затратам, это не стоило им дорого в итоге. То есть, не то, что они там многие тысячи потратили, чтобы отбить свой кейс. Я так понимаю, что большая часть времени уходила на то, что мы стояли в очереди. Пока они разбирались со всеми остальными. В очереди, в смысле, где? В очереди приславших претензии, требующие... Ну, хорошо, что же. Я смотрю, что тоже вы довольны, сияете, можно сказать. Не каждый день в историю входишь. Михаил, я от этого получил жуткое удовольствие. Мне крайне приятно действительно помочь людям. И особенно в такой ситуации, когда мне действительно кажется, что их... Ну, не по делу. Не по делу, не по делу, не хорошо. Отбросили. Я хочу сказать, что это не только вы. Я-то узнал от вашего отца. То есть, ребята, может, не знать. Я с отцом Бориса учился в одной группе в Институте Связь. Вот. Так он мне позвонил... А я даже не знал, что он вообще в курсе. Он мне позвонил, говорит... Миша, говорит, ты наша взяла там, а что случилось? Он говорит, ну как же, ты что, не знаешь? Я говорю, как я... Ой, ё-моё. То есть, ко мне это пришло вообще там, говорит, с западного побережья. В такой неожиданной форме. Но при этом надо отдать вам должное, что я считаю, что тут было большое ваше участие. Что без вас ни я на них, ни они на меня не вышли бы. Ну, история такая, что я ведь тоже не мог их послать к пяти человекам. То есть, я знаю, что вот есть один человек, который занимается тем, что отбивает отказ. Потому что про всех остальных я такого не знаю. И я понимаю, что даже если бы они, может быть, и могли бы это сделать физически, они не будут этим заниматься. Потому что это... Они завалены сейчас политическим убежищем, они завалены какими-то еще там делами. Сейчас не подкатишься никому. Дозвониться вот бывает, что там неделю не можешь. Ты человек... Уже на сотовый на его не можешь, понимаешь? Поэтому я понял, что либо так, либо уж совсем никак. И я тоже понимал, что шансы небольшие. Кроме того, когда я людей слушаю, я понимаю, что та история, которую они рассказывают, совершенно не обязательно та история, которую тебе расскажет тот же консул, например. У всякой конфликтной ситуации есть как минимум две версии. Уж как минимум. Если бы там было 5 человек, было бы 5 историй. Если бы было 5 евреев, было бы 8. Я понимаю, что можно прийти с разными. Меня жена за это критикует. Она говорит, ты что-то что не так говорил. Я говорю, так я с разных сторон пытаюсь посмотреть. Да, ну что же, хорошо. Раз уже мы беседуем в преддверии начала оформления заявок на участие в лотерее, следующей, 2020 года, и, может быть, пару слов о том, какие есть грубые ошибки, которых желательно избежать. Вот из-за чего люди попадают в такие ситуации, что потом у них отказы и приходится ими заниматься. Ну, давайте переход начнем с самого мягкого. Вы сказали, что больше такого не будет. Есть еще один год, когда такое может пройти. Это прошлогодняя подача 2019 года. А, ну, конечно. До изменения правил. Я имел в виду тех, кто будет подавать. Да, да. Теперь Японию вписывать не надо, если бы из Южного Сухалина там все расписано, и против этого уже не пойти. И далее, даже наличие в инструкциях одного, а в FAM другого, в случае с лотереей надо использовать инструкции. Разногласий здесь не поможет. Есть прямое указание в описании самой лотереи, и никакой FAM отношения не имеет. Совершенно верно. И в качестве плавного перехода именно эти инструкции и являются, или их несоблюдение является обычно самой грубой ошибкой. Так что то, что мне попадается чаще всего, и дела, которые очень часто могут быть фатальными, это неправильная фотография, будь она не по параметрам, будь она старой, это ловится. И, в общем, это сильно не оспорить. Неправильно написаны имена, фамилии. При транслитерации с русского на английский могут быть разные написания. Я извиняюсь, но имеется в виду какая-то очевидно недобросовестная транслитерация, или добросовестная, но их как-то не устраивает? Даже добросовестная ошибочная. Надо писать одно и то же везде. Это должно соответствовать вашим документам. Так что, например, если есть паспорт. И, по-моему, у меня даже в российском паспорте написано имя по-английски. Имя, фамилия. Есть такое? Нет, по-моему, загранпаспорте пишут по-английски. Загранпаспорте, да. Если у человека нет загранпаспорта, то тогда возникает... Есть общие правила транслитерации, которые используются в МИДе, и они там где-то есть. Я помню такую историю, говорят, просто по гугле, может быть, с такой фамилией был писатель, или дипломат, или какой-то международный человек, и так далее. Вот как вы скажете, вот его так написали, это моя фамилия, вот я вот, например, так. Вот с этим больших проблем нет. Так что если имя клиента никогда не было написано по-английски, и он впервые его написал вот так или иначе, скажем, при подаче на лотерею, то так его надо теперь писать везде. Так что я встречал случаи, когда люди изначально писали имя вот как-то вот по одному, как им слышалось, как они знали английский язык, а потом поступала какая-то другая информация, и они понимали, ой, нет, надо было по-другому написать. А, нельзя менять коней на переправе, то есть? Скажем там, например, я, букву я, они писали y-a сначала, а потом писали j-a. Ну да. Что-то так. Я понял. Бук один. Стоп-стоп. То есть я-то поначалу подумал так, что даже если они последовательно используют один спеллинг, но этот спеллинг как-то не устраивает госдеп или там этого консула, а речь идет о том, что они просто по-разному пишут себя в разных местах. Совершенно верно. На разных этапах подачи документов в госдеп. Но это же разгильдяйство. Разгильдяйство это норма для подавляющего большинства людей на этой планете. То есть это просто элементарное разгильдяйство. Я понимаю, я понимаю, что могут быть какие-то ошибки. Я не хочу сильно осуждать людей. Нет, нет, мы не осуждаем. Это нормально. Разгильдяйство это нормально. Ну хорошо, значит, имена. А вот, например, с фотографией. Вот все время такие дебаты идут. Если фотографии, например, фон осветлили, это плохо? Это нехорошо. Это нехорошо. Все, хорошо. Фотографию надо снимать изначально правильно. Да, если надо чуть-чуть обрезать как-то с разных сторон, чтобы лицо было правильного размера по соотношению отставкам фотографии, это можно. Это не проблема. Если фотошопить, если в любом виде не соответствовать требованиям, то просто это будет обрасываться. Скажем так, вот сегодня у нас была дискуссия, там человек говорит, а вот если прыщи на лице, то можно их отфотошопить? Я говорю, оставьте. Я говорю, оставьте с прыщами. И это будет сразу видно, что люди по-честному все сделали. Снимает подозрения сразу. Вы знаете, мне кажется, что желание показать себя более красивым, это натуральное, это человеческое, но это может выйти большим боком при подаче. Там лучше со всеми прыщами показать себя в полной красе. А вот серьги, вот такой я есть. Женщина с серьгами, как лучше? Можете снять серьги? Лучше всего снять серьги и показать лицо вот в полном, как-то вот, что не в самом натуральном виде. А вот говорят, что сейчас вот с очками, вроде нормально, раньше говорили, очки надо обязательно снять, с прошлого года говорили, что очки можно не снимать. Надо, честно говоря, посмотреть на инструкции до этой части. Я бы лично снял, то есть я это понимаю, как инженер, таким образом, что все-таки все, что усложняет автоматическую идентификацию фотографии, сравнение ее с другими, это все желательно убрать, потому что оно подозрительно, просто как попытка уйти от того, что тебя идентифицировали. В этом совершенно с вами согласен. Надо себе показывать в лучшем виде, какое есть, и я думаю, что вот эта мысль, что теперь не надо их снимать, это не изменение правил консульства, не изменение правил подачи этих документов, это продвижение технологии. Так что технология продвигается до такой степени, что очки не так сильно мешают, но тем не менее. Нам с вами известен повод, почему эта фотография существует, как вы сказали, для идентификации, чтобы компьютер распознал лицо, и действительно, лучше очки снять, даже если они не говорят четко, что обязательно надо снять очки, лучше себя компьютеру показать. Такой вопрос. Я вот помогал там, наверное, сотни человек заявки проверять. Ну, не человек, а заявок самих было сотни, там у некоторых по несколькому. И вот я заметил, что процентов 15 заявок у них, они почему сами не могли проверить правильно, потому что там написано last name, и он туда пишет last name, а в самой заявке last name и first name перепутаны. То есть, он вместо last name пишет first, вместо фамилии пишет имя, а вместо имени пишет фамилию. И, ну, это массово. Это нарушение каких-то вот чего-нибудь, ну, за это накажут, или это ерунда? Формально это нарушение. И я встречал на базе этого отказа. И не один. Вот так даже? Да. Ой-ой-ой-ой. Значит, ребята, будем очень осторожны. Это массовое, массовое нарушение и так далее. Ну что же, хорошо. А вот с точки зрения того, что в правилах там очень-очень повторяется много раз, что не пользуйтесь посредниками, не пользуйтесь там помощниками, что если уже пользуйтесь, то сидите рядом с ним, чтобы тут же ответить на вопросы. Оставайтесь, так сказать, лицом контролирующим номер, распечатку, чтобы никто не мог, кроме вас. Я понимаю, что там, наверное, масса всякого мошенничества. И, соответственно, Госдеп пытается людям дать совет, как этого избежать. Но все-таки, вот если человек, например, по-английски не говорит, ну вот ничего, если к турагенту подойдет, тот ему там поможет. Ну, вы понимаете, если у человека нет возможности по-другому написать или подать это заявление, да, естественно, помощь нужна. Как в любой другой сфере жизни. Когда мы имеем дело с каким-то бизнесом, мы сами должны как-то их оценивать, разбираться, мы вручаем им кредитную карту, мы отдаем им свой компьютер на ремонт, мы как-то думаем, насколько мы им доверяем. Это как любой другой бизнес, есть те, которым можно доверять, есть те, которым нет. Но если нужна помощь, она разрешается, она разрешается. Просто очень много мошенничества, поэтому они пытаются предотвратить. Они говорят, если тебе кто-то помогает, то ты возьми распечатку себе, ты не оставляй своих данных ни у кого больше, так же, как кредитную карту. Есть такой опасный момент, что есть некоторые такие агентства, которые могут, давайте скажем, в этом году вы с их помощью подали, они оставили ваши документы у себя, и на следующий год вы решаете теперь мне не нужно агентство, я выучил английский, я сам подам, а они опять подают от вашего имени. Так мало того, еще и фотография старая. И фотография старая, а теперь у вас двойная подача, а двойная подача это жесткий отказ, это неотспариваемый отказ, это для подачи на визу просто полностью фатально. И он еще при этом заплатит за то, что на интервью попадет, еще может быть приедет откуда-то, через всю страну, и заранее ему никто ничего не скажет, а вот откажут ему прямо там. Совершенно верно. И если, поэтому, если вы используете подсредчика, надо им доверять, надо их знать хоть на сколько-то. Потому что, действительно, доверяют им документами, но, в конце концов, даже если подсредчик делает что-то неправильно, это не аргумент. Так что, нельзя консулу предъявить претензию, что вот, мне заполняли, у меня по факту все вот так вот, а написали по-другому. Я не стрелял, это моя рука. Да? Конечно, как же, да, это собака съела мою домашнюю работу, да, это все-таки отмазки. На это отвечают, что вы за это отвечаете, за написанную информацию, вы должны, вы обязаны были ее править, кто бы вам это не писал, это ваша ошибка. Но именно по тому, что они не против, но не хотели, чтобы народ пользовался по отвечам. Они пишут это в такой форме, что мы вам рекомендуем не использовать, мы вам рекомендуем самим. Иначе они бы просто лавочку прикрыли и сказали, что или вы сдаете сами, или вы не сдаете. Я на самом деле, вот в связи с последними событиями, когда говорят, что новые мигранты должны сами себя содержать, если есть подозрение, что они не в состоянии зарабатывать на жизнь и не обращаться за социальными всякими программами, то их надо и не пускать. То есть им надо не выдавать визу во время интервью и так далее. И я вот, например, сейчас думаю, вот я американский консул. Я должен защитить страну от тех, кто будет получать всякие пособия. Причем, под пособиями теперь понимается не только наличка, но и медицина, но и, значит, что там, футстемпы, То есть то, что раньше было нормально. И вот приходит семья, а он еще и по-английски не говорит. А у него еще там, допустим, двое детей. Он не говорит по-английски, жена не говорит по-английски, форуму ему кто-то помог заполнить. Я вот на месте консула не могу представить себя дающим ему визу. Потому что понятно, что жить он может только на пособие. Хотя, я не знаю, мы, конечно, поехали в Нью-Йорк и там в русском ресторане там сортир помыть, но, ну, в общем-то, как? Как может жить такой человек? Я не знаю. То есть это явно группы риска. Да. И дело в том, что мы как-то в голову консула залезть не можем, потому что у них действительно у каждого должен быть свой критерий в голове, что вот в такой ситуации я не пущу человека, они, скорее всего, сядут. Ну, по сути, а в такой ситуации я пущу. Тут консул может задавать дополнительные вопросы. И на его месте я бы именно так и делал, что начинал бы с такого простого вопроса, как «А на что вы собираетесь жить?» Ну, хорошо, родственники помогут там первое время, если они есть, или сбережения какие-то. А после этого? И от ответа на этот вопрос многое будет зависеть. К этому вопросу, я считаю, что в этой ситуации, как-то в нашей новой политической ситуации, к этому вопросу однозначно надо быть готовым. Ну, что же, хорошо, ладно, новизна последние пару лет это у нас каждодневная реальность. Вот, и по нескольку раз в день бывает новизна. Так что, давайте мы пожелаем успехов тем, кто находится в самых разных стадиях иммиграционного процесса. Вот, а тем, кто вообще не хочет никуда иммигрировать, вдвойне пожелаем успеха, чтобы все у них было хорошо. Вот, и я надеюсь, мы еще не прощаемся, там, глядишь, какие-нибудь интересные случаи будут, кроме того, наверное, у ребят вопросы возникнут, так что вы, может быть, уже не сочтите за труд, там, в комментариях, может быть, там, поотвечать, если что. Ладно? С удовольствием, я в комментариях буду под именем своей фирмы, так что, если видите Libin Legal Services, это отвечаю я. Libin Legal Services. Хорошо, ладно, значит, это значит Борис, зовут его Борис, значит. Все, тогда счастливо, спасибо. Приятно поболтать. Всего доброго.